подтяжки и импланты липосакция и коррекция носа в наши дни это касается не только женщин мужчины знаменитости делают пластические операции не реже а то и чаще в этом видео вы узнаете о семи из них валерий леонтьев валерий яковлевич один из самых ярких представителей среди звездных мужчин которые часто обращались к пластическому хирургу артист считает что выглядеть хорошо это его долг перед зрителями и поклонниками я делаю это потому что хорошая внешность артиста долг перед зрителем ничто так не убивает человека осознанием собственного груза прожитых лет как то что знаменитый человек которого он знает еще со времен своей молодости вдруг взял и постарел поэтому я просто не могу я не вправе плохо выглядеть я обязан обречен если не на красоту так хотя бы на притягательность заявлял певец несмотря на все осуждения леонтьев признается что делал подобные процедуры не так часто как говорят в прессе по признанию певца залог его безупречного внешнего вида ежедневные тренировки и правильное питание я разумеется слежу за своим лицом вот ответ на еще один набивший оскомину вопрос но я делал совсем не так много пластики как мне с каким-то вопиющим наслаждением приписывают более того уже много лет как отказался от этого способа корректировать свою внешность я слежу за собой да иногда с примесью жесткости и фанатизма но не потому что мне так уж нравится созерцать себя в зеркале отнюдь признавался валерий яковлевич однако по словам специалистов народный артист часто колик ботокс в лоб и филлеры в губы а также ранее делал блефропластику и подтяжку нижней части лица филипп киркоров хотя филипп уверяет что регулярно занимается спортом в то что его новые руки результат тренировок не верится по мнению эксперта певец снова обратился к специалистам для усовершенствования себя любимого филипп киркоров не перестает удивлять публику своими преображениями только все привыкли к его новому образу после пластики пресса ягодиц как теперь в центре внимания оказались руки звезды на днях певец появился на новой волне в обновленном теле исполнитель произвел большое впечатление своей стройной фигурой и бицепсами забитыми татуировками в сети тут же принялись обсуждать что филипп сделал со своими руками никто не поверил что таких быстрых и не совсем естественных результатов можно было добиться тренировками в зале и хотя сам певец уверяет что регулярно подтягивается к чая мышцы больше верится в то что киркоров в очередной раз лег на стол пластического хирурга эксперт предположила что филипп сделал себе липофилинг сложная методика коррекции контуров тела суть которой заключается в трансплантации собственной жировой ткани пациента из одной зоны в другую напомним ранее филипп заявил что все изменения которые происходят в его внешности нужны лишь для одного я ничего не менял я просто хочу чтобы моя внешность соответствовала моему внутреннему состоянию а внутри я чувствую себя на 33 по словам киркорова на все эти операции он пошел ради того чтобы не вызывать тошно рвотный рефлекс у зрителей однако многим кажется что певец уже слишком перестарался говоря о пластике поп король вспомнил об операции которую перенесла алла пугачева 30 лет назад примадонна за границей легла под нож хирурга и чуть не лишилась жизни киркоров рад что певица вовремя обратилась к российским врачам спасших ее великая певица наша легенда алла пугачева тогда быстро подписала все бумаги поняла что если останется там то ее не станет у нее чуйка она вернулась в москву ее спасли наши доктора слава тебе господи живет здравствует прекрасно выглядит дай бог ей здоровье посмотри как выглядит девчонка воскликнул он никита джигурда на пластическую операцию осмелился ипотажный актер многие были уверены что он в очередной раз решил привлечь к себе внимание сообщив о своем намерении омолодиться однако позже никита выложил в своем микроблоге снимок и признался что сделал блефаропластику избавился от нависшего века это было в прошлой жизни к этому шагу меня подтолкнула маринка я не ем мясо но очень люблю воблу наемся потом у меня мешки под глазами марина мне говорит что ты мучаешься сходи и сделай блефаропластику сообщил артист александр морозов российский артист эстрады александр морозов знаком многим из нас по своим номерам юмористической программе евгения петросяна кривое зеркало зрителям морозов запомнился своими пышными формами которые придавали ему комический вид пышные формы артиста сделали его узнаваемым для большинства людей совсем еще недавно морозов весил 150 килограммов однако артисту надоел его лишний вес и он решил похудеть для этого морозов сделал себе гастро шунтирование уменьшение объема желудка благодаря данной процедуре александр морозов потерял около восьмидесяти килограммов мое радикальное похудение случилось в 2021 году мы все сидели дома концертов не было съемок тоже и я активно худел сообщил морозов после хирургического вмешательства образ жизни артиста резко изменился морозов изменил свой рацион питания и перешел на более полезные продукты также артист стал заниматься спортом но назвать себя спортсменом он пока не может так как занимается спортом лишь иногда гастро шунтирование обошлось александру морозову в 300 тысяч рублей есть вероятность что артист потратил немало средств и на пластику избавляясь от лишней кожи которая у тучных людей обвисает после подобных операций но сумму потраченную на пластические операции артист пока называть не желает юмористу потребовалось два с половиной года чтобы привести свое тело в норму после резкого похудения валентин смирницкий советский актер известный своей ролью портоса в картине д'артаньян и три мушкетера не стесняется говорить что делает омолаживающие процедуры хотя пока 80-летний валентин георгиевич решается только на уколы красоты а вот делать операции боится я вполне обеспеченный человек и могу себе позволить современные методы ухода за лицом это нормально для любого человека мизотерапия позволяет мне выглядеть хорошо а к пластическим операциям я отношусь с недоверием знаю что многие мои коллеги актеры мужчины сделали пластику но она меняет внешность и нередко лишает индивидуальности результат как говорится на лице говорил актер игорь костолевский актер старается не отвечать на вопросы касающиеся его внешности и умалчивает о проделанных пластических операциях однако игорь костолевский обратился к специалистам чтобы убрать морщины вокруг глаз поговаривали что посещение клиники было секретным и артист даже настоял чтобы медицинскую карточку завели на другое имя после проведенной операции у актера исчезли не только морщины но также изменился разрез глаз поклонники говорили что костолевский лишил себя главной изюминки загадочного взгляда стас михайлов певец стас михайлов не подтверждает что делал пластические операции хотя поклонники замечали изменения во внешности артиста но их он объяснял тем что занялся спортом и начал следить за своим питанием если внимательно рассмотреть то стас михайлов как будто бы похудел я вижу такой контур лица очень утонченный это обычно характерно для тех ситуаций когда человек худеет поэтому я бы может быть не стал говорить что стас михайлов выполнил какие-либо операции я уверен что он похудел может быть ранее он выполнял пластику нижних век но дело в том что операция у мужчин проводится обычно по принципу неочевидности поэтому здесь сложно оценить но мне кажется что стас михайлов операцию не выполнял он просто похудел рассказал сергей свиридов врач высшей квалификационной категории преподаватель кафедры практического курса по пластической хирургии впрочем другие специалисты считают иначе по информации ряда сми михайлов якобы сделал липосакцию нескольких зон живота подбородка груди и боков якобы он как и филипп киркоров преображался в клинике тимура хайдарова сам же певец сообщил что под нож хирурга никогда не ложился а вот в кабинете у косметолога побывал но остался недоволен результатом один раз я обратился к косметологу сделал сюда ботокс и у меня бровь стала ниже но это же никто не видит по крайней мере улыбаюсь говорил стас михайлов рассказал что больше косметологам не обращался потому что не хочет рисковать своим здоровьем ради красоты однако пластический хирург тимур нугаев выразил мнение что артист якобы делал пластику и получил хороший результат тут очевидно был полный комплекс сделан так называемый full face когда делают подтяжку нижней части верхней трети лица и круговую пластику сейчас это все дополняется пластикой в области шеи чтобы сформировать красивый шейно-подбородочный угол чтобы не было индюшачий шеи и других подобных изменений которые с возрастом формируются в этой области по мнению пластического хирурга у михайлова хороший результат до и после нугаев также назвал стоимость подобной процедуры если делать подобную подтяжку в хорошей клинике то цена начинается от миллиона рублей